Вы правильно сказали, RMS прошифровывается как Revenue Management System, на русский язык переводится как автоматизированная система управления доходом, собственно это и есть основное назначение программы. По сути это аналитическая система, которая позволяет получать ценовые рекомендации для продажи номерного фонда для индивидуальных гостей и охватывает период от 60 до 180 дней, в отдельных случаях может быть даже до года. В нашем случае это не софт, это облачная версия, это облако, это сервис, в той терминологии, которую вы упомянули, вы можете заходить в свой личный кабинет, то есть для каждого отеля создается аккаунт, личный кабинет так называемый, несколько упрощая, конечно же, сейчас говорю, и работать с вашим отелем, с вашим аккаунтом, получать ценовые рекомендации, их анализировать и, собственно говоря, принимать или отказываться. Смотрите, в RMS, собственно говоря, присутствует та стоимость, по которой продается определенная категория номера в онлайн продажах, например, номер стандарта, одноместное размещение с определенным тарифом, возьмем невозвратный завтрак, присутствует загрузка вашего отеля, причем полная загрузка, не конкретно по категории номера, а именно по всему отелю, присутствует стоимость конкурентов, причем стоимости конкурента выводятся как средняя по рынку, то есть вы видите, что все ваши конкуренты там в среднем продаются за 7000 рублей сегодня, и вы можете посмотреть для каждого конкурента по отдельности стоимости, причем стоимость опять-таки сохраняется, если это одноместное размещение в номере стандарт с невозвратным бронированием, то аналогичное условие бронирования, аналогичное размещение будет рассматриваться автоматически у ваших конкурентов. И дальше дается уже ценовая рекомендация, то есть за сколько именно сегодня, именно сейчас необходимо продавать вот данную категорию номера и, возможно, данный тарифный план. То есть, по сути, любой человек, который занимается анализом, он делает все то же самое, за некоторыми исключениями. Во-первых, это делается гораздо дольше, а все, что я перечислила, вы видите, в одном интерфейсе, и это очень быстро воспринимается. Плюс ко всему, вряд ли человек очень быстро рассчитает ценовую рекомендацию с учетом загрузки и, главное, динамики изменения загрузки, потому что основной упор, который делается при расчете стоимости оптимального тарифа для продажи номера, это именно динамика загрузки, то есть или эластичность спроса, то есть чуть-чуть попроще или, наоборот, посложнее буду говорить. Соответственно, если у вас растет загрузка, означает, что спрос на данную дату достаточно велик, или, возможно, мы ходим как раз в пик спроса для данной даты, это один из первых признаков для того, чтобы тариф повысить. Естественно, анализируется конкурент, если все ваши конкуренты, наоборот, динамикингуют, то, скорее всего, повышать вы будете, но вряд ли глобально, то есть, например, на какой-то небольшой шаг, 200, 300, 500, 1000 рублей, что считается для отеля небольшим шагом. И, соответственно, исходя из этих основных параметров, дается именно ценовая рекомендация. Отельер, естественно, ее оценивает со своей точки зрения. У всех есть определенная интуиция, у всех есть понимание того, за сколько нужно продавать сегодня номер, например, на декабрь месяц или на сегодняшний день. И уже, соответственно, здесь принимается решение именно отельером о том, чтобы принять данную ценовую рекомендацию, скорректировать ее, например, до какого-то удобного тарифа, потому что зачастую, это же математический расчет, зачастую расчет идет именно в такой форме, например, 4934 рубля. Естественно, такой тариф крайне неудобен. Вот идет математическое округление. Берется стоимость и все с букинга. Во-первых, стоимость вашего отеля также берется с букинга. Букинг является единой площадкой, и РМС считывает всю информацию с точки зрения пользователя. То есть, как будто вы будущий гость какого-то отеля. Вы зашли на сайт, вас заинтересовало несколько отелей, вы смотрите наилучшее предложение. При этом, как я уже сказала, сохраняется корректность в плане того, что если вы смотрите сейчас ценовую рекомендацию для невозвратного тарифа, то и у ваших конкурентов будет как раз таки отслеживаться тоже невозвратный тариф. Если мы берем математический момент, то есть мы берем единую площадку, на которой выставлены одинаковые стоимости. Естественно, на каких-то других площадках стоимости могут быть совершенно иными. Как вы правильно сказали, любой другой сайт словно каким-то методом получает меньшую информацию. Но, соответственно, если отель выставляет цены такие на букинге и какие-то иные на своем сайте или на каких-то других сайтах, есть же определенная опять-таки дельта. То есть отель знает, что, например, на букинге выставим 6 тысяч, а на собственном сайте 5. То есть вот этого 1000 или там минус 10%, минус 20% в понимании отельера и в тарифной сетке явно заложено. Таким образом можно отталкиваться от ценовой рекомендации для букинга и дальше уже выставлять тарифы, исходя из этого запланированного в тарифной сетке шага. Кстати, вот обычно такой вопрос возникает как раз таки категориям номеров, потому что зачастую у отеля большое количество категорий номеров, особенно если номерной фон достаточно велик. И получается такая ситуация, если мы для каждой категории номера, для каждого тарифного плана создадим собственный календарь, то отель получит вот такой вот лист, как я говорю, простыню из календарей. И в ежедневной работе это будет крайне неудобно. То есть просматривать 12-14 календарей, их анализировать и выяснять, какую же стоимость лучше поставить, здесь, думаю, будет совершенно неудобно ни одному сотруднику. Вот, поэтому все-таки мы обращаемся всегда к тарифной сетке отеля. В тарифной сетке всегда есть определенная закономерность. То есть строится тарифная сетка, например, от стандартного номера, тарифа бар или от какого-то иного номера с каким-то определенным тарифным планом. Вот, собственно говоря, здесь то же самое. Можно сделать календари для тех отправных точек вашей тарифной сетки, которые присутствуют. Вот, и дальше ценовая рекомендация может быть уже рассчитана даже вами с простым математическим способом. То есть плюс там 1000 рублей для следующего тарифного плана или плюс 1000 рублей для следующей категории номера и так далее. То есть вы получаете какие-то отправные точки, поэтому это и называется ценовая рекомендация. И дальше вы уже анализируете, что, например, здесь мы должны будем все-таки продаться немножечко дешевле, потому что это наш сайт, и мы не соблюдаем паритет, мы должны делать таким образом. Во-первых, если есть хотя бы 4 тарифа в отеле, то это уже достижение. Опять-таки по опыту работы с отельерами, мы сейчас очень много общаемся с отелями и в обеих столицах, и в регионах, причем совершенно разных регионах. Могу сказать, что 4 тарифа – это хорошо. Зачастую бывает один тариф на весь год, и этого вполне достаточно, по мнению многих отельеров. Но какова ситуация на данный момент? Действительно высокая конкуренция. Естественно, так же зависит от региона. Где-то она более ощущается, где-то это все-таки менее пока ощутимо. И все-таки ограниченное количество каналов продаж, которые действительно приносят бронирование. Я все-таки думаю, что любой из отельеров назовет максимум 5 топ-продюсеров, которые действительно приносят бронирование. Может быть, их будет 10, если отель очень хорошо работает. Причем сюда я бы включила и какие-то корпоративные контакты, например, какие-то туристические контакты. Я не говорю о большом количестве договоров, которые, я уверена, лежат в каждом отделе продаж любого отеля, а именно те компании, которые действительно приносят бронирование, то есть, по сути, приводят бизнес. То есть каналы продаж эффективные, они ограничены. Поэтому нужно учиться работать с тем, что уже имеется. Вот как раз-таки управление доходом, техники управления доходом и РМС, это оптимизация того, что вы уже имеете, но вы из этого можете получить больше. То есть вы можете таким образом увеличить свой доход. И получается, что для любого отеля, даже если этот отель в общем и целом не особенно конкурентен, конкурентен, я имею в виду, расположен в такой среде острой конкуренции, но тем не менее это крайне важно, вы уже имеете определенные, скажем так, финансовые поступления, и с помощью нашего продукта, с нашей программы вы сможете увеличить, то есть оптимизировать этот самый доход, оптимально следуя за спросом. Теперь вопрос, действительно ли нужно менять постоянно тарифы. Спрос у нас, к сожалению или к счастью, не статичен. То есть сегодня он есть, завтра его нет. Соответственно, мы с вами можем представить две кривых. У меня просто такая картинка прямо перед глазами стоит, мы очень часто об этом говорим, когда у нас тариф статичен, он, например, изменяется в рамках сезона, либо он действительно просто един, круглый год. А спрос, он в виде кривой в различные периоды времени, соответственно, разный. Вот пересечение двух кривых или одной прямой и одной кривой, это, собственно говоря, ваше бронирование. Если ваш тариф следует вслед за спросом, таких пересечений будет гораздо больше. Вот вам один из первых ярких примеров, как можно оптимизировать свой доход. Просто изменяя тариф вслед за спросом. Не ожидая, когда гость к нам придет, постучится и скажет, давайте я у вас поживу. А именно анализируя рынок, анализируя спрос. Это и делает РМС. То есть РМС отслеживает тенденцию бронирования, отслеживает спрос и, соответственно, на пике спроса предлагает тарифы понижать. А на как раз-таки тех моментах, когда спрос у нас падает, то предлагает, соответственно, тарифы понижать. В РМС доложены достаточно комплексные математические модели расчета. То есть, естественно, это не просто сочетание нескольких каких-то факторов. Это, в общем-то, модели сопоставления, эконометрические модели, прогнозирование и так далее. Но если будет возможность, расскажу об этом чуть позже. Плюс ко всему есть данные за прошлый год. То есть, как вы закончили дату в прошлом году, как вы ее завершили, с каким средним чеком, с какой загрузкой. Есть обязательная привязка к рынку. Например, если кто-то из ваших коллег продается значительно дороже или несколько продается значительно дороже, или кто-то продается значительно дешевле. И основной момент – это все-таки пик спроса. То есть, количество бронирований и в какой они ротации приходят. То есть, бывает так, что в отель бронирование поступает на одну дату в течение нескольких часов. То есть, загрузка в 30-40% прибавляется буквально за 3-4 часа. Естественно, вот в таком вот пике бронирования стоимость можно повышать. Вот насколько повышать, как раз-таки рассчитывает РМС, исходя из тех факторов, которые я сказала. То есть, та же самая стоимость у конкурентов, как вы правильно заметили. Порой разница в 100-200 рублей может стать критической. Вот, опять-таки, если вы видите, что вы поднимаете цены на 200 рублей, и у вас в 10 минут не приходит бронирование, хотя по вашим расчетам это бронирование может прийти, я, конечно, сейчас немножко по времени утрирую, но, тем не менее, ничего вам не запрещает эту стоимость опустить до этого предела. Это первый нюанс. Второй нюанс – это уже, естественно, опыт тех отелей, которые используют РМС. Немножко тоже обобщу, но зачастую процентов 90 рекомендаций, они по мнению отельеров действительно адекватны. То есть, они вовремя предлагают стоимость повышать эти рекомендации, вовремя предлагают стоимость понижать. Безусловно, отельер оценивает вот эту вот дельту. То есть, бывает, что повышение идет не на 300 рублей, а на 400, потому что отельер так решил, или даже на 1000 рублей, потому что отельер владеет какой-то информацией, недоступной для программы на данный момент. Либо, наоборот, понижение бывает, соответственно, более глобальным, аналогично с предложенных 200 рублей до 1000 и так далее. Опять-таки, вопрос всегда человеческого фактора и финального управленческого решения, именно, потому что вы можете владеть той информацией, которая, естественно, неизвестна в программе. Первопроходцами вообще в ревеню-менеджменте и в управлении доходами стали авиакомпании. Естественно, это было еще в середине 20 века. И плавно вот эти вот техники, которые использовались при тарификации билетов, они перешли в гостиничную индустрию. Вот в гостиничной индустрии первопроходцем стала компания «Мариотт», которая более 30 лет назад впервые стала применять техники динамичного ценообразования ревеню-менеджмента у себя. И одна из первых создала свою автоматизированную программу РМС для себя. Соответственно, как вы понимаете, ответ на первую часть ваших вопросов это все-таки веяние западных крупных сеток отельных. На данный момент техники ревеню-менеджмента очень активно используются независимыми отелями, небольшими отелями или небольшими сетками, такими достаточно локальными или региональными. Сам по себе этот продукт достаточно дорогой, скажем так. Если мы говорим о сетевых отелях, то там стоят крайне, скажем, продвинутые, может быть, не очень верное слово, но тем не менее, очень умные РМС. Для независимых отелей, во-первых, это очень дорогое было бы удовольствие, и, во-вторых, зачастую тот функционал, который есть в сетевых РМС, он и, в общем-то, не нужен. Поэтому, естественно, создался такой рынок уже альтернативных решений для небольших отелей. Он, безусловно, есть. Он не очень большой, но тем не менее, на данный момент существует порядка шести программ, которые могут быть применены в независимом небольшом отеле. Почему мы определяем как шесть, порядка шести? В первую очередь, это должен быть ценовой фактор. Естественно, программа должна быть, как минимум, доступна для потребителя. А второй момент, это должен быть достаточно простой продукт, который, в общем-то, был бы понятен, и если и требовалось бы обучение, то оно должно быть крайне недолгим и, опять-таки, быстрым, как минимум. И, естественно, это простота использования и точность рекомендаций. Вот, скажем так, исходя из таких вот предпосылок, мы можем сказать, что присутствует всего шесть программ. Все они, безусловно, иностранного происхождения. Есть программа, которую представляем мы на данный момент в России. Это программа PriceMatch. Это французская программа. Она была создана в 2012 году. То есть из всех РМС она, наверное, самая молодая. Есть программа iRates. Она американского происхождения. Точнее, это наш с вами соотечественник, который в данный момент живет в Штатах. Он создал вот эту вот программу. Наверное, iRates и PriceMatch, они наиболее близки и по ценовому фактору. Безусловно, есть ряд отличий в том функционале, который предлагается. В частности, у iRates немножечко по-другому выстроены алгоритмы. То есть у них упор идет больше на загрузку отеля. У PriceMatch добавляются такие факторы, как события, которые происходят у вас в городе, в регионе. Также цены конкурентов в чуть большей пропорции влияют на формирование ценовой рекомендации. Естественно, интерфейс у обеих программ немножко отличается. Ну, скажем так, это вот может быть наиболее близкие программы. Есть программы такие, как RevparGuru и Dueta. Аналогично их можно применять в небольшом отеле. Они также близки по ценовым своим составляющим, по стоимости. И все-таки у них немножко также видоизмененный алгоритм, по которым они работают. Видоизменен по сравнению с PriceMatch и с iRates. И зачастую все-таки не очень высокая точность рекомендаций. Ну, скажем, тоже по оценкам пользователей, скажем вот так, именно на российском рынке. Есть программы EasyRMS Ideas. Они, наверное, имеют самый расширенный функционал. И, соответственно, у них самая высокая стоимость. Вот, насколько я знаю, эти программы используют либо крупные отели, либо отели небольших сеток. То есть те отели, которые действительно могут себе позволить инвестирование. То есть инвестирование в установку, инвестирование в обучение персонала. Вот здесь достаточно большие идут финансовые вложения изначально. PriceMatch в первую очередь – это простота и ценовая доступность программы. Плюс ко всему, у PriceMatch есть неоспоримое преимущество в том, что PriceMatch готовы прописывать стыковки с различными ПМС. Поскольку я говорила, что основная часть расчета рекомендаций строится именно на изменении загрузки, а изменение загрузки РМС может получить только при стыковке с автоматизированной системой управления отеля, с любой ПМС, которая стоит в отеле. Соответственно, должна быть… Вот здесь мы уже трагиваем технический вопрос, который крайне важен для нас. Это должна быть стыковка между РМС и любой ПМС. В течение нескольких лет наша компания тестировала те продукты, которые присутствуют на рынке. Многие продукты мы видели не только в виде презентации или каких-то пробных версий. Вот, например, с REF Parguro мы работали напрямую. То есть вот исходя уже из определенного опыта, опытным путем мы выяснили следующие нюансы. Наша программа PriceMatch – это, наверное, самая быстро обучаемая программа, то есть та программа, которая может работать уже буквально через неделю, две, три, я имею в виду адекватно работать, после того, как вы подключили выгрузку данных из непосредственно вашей системы управления отелем. Вот. Соответственно, все остальные программы, они все-таки требуют некоторого времени, который должен пройти перед тем, как начнут появляться адекватные ценовые рекомендации. Вот, как правило, это время все-таки достаточно продолжительное. То есть 6-9 месяцев, например, для EZRMS и дуэта – это именно такой вот срок получается. Вот. В нашем случае это все-таки гораздо быстрее. Плюс ко всему, даже если у отеля нет никакой статистики, например, отель только открылся, или он вот-вот должен открыться, но уже пошли определенные бронирования, вот, здесь все-таки есть возможность выставления ценовых рекомендаций, естественно, с большей ориентацией на рынок в этом случае. То есть, поскольку нет статистики, есть возможность больше ориентироваться на рынок. Но здесь, я думаю, такая ценовая стратегия напрямую совпадает с ценовой стратегией отеля на первом году существования, когда, естественно, больше идет ориентация на рынок и больше идет определенный демпинг. Как процесс интелляции RMS происходит? На самом деле он крайне прост и затрагивает очень узкий круг сотрудников, что, естественно, снижает вероятность ошибок. Процесс идет следующим образом. Для начала устанавливается стыковка между RMS и любой ПМС, который стоит в отеле. Если эта стыковка уже прописана на уровне RMS-ПМС, то это проходит все очень быстро, то есть просто активируются необходимые для нас отчеты, отчеты, которые содержат сведения о полученных бронированиях или изменениях в бронированиях за последний, например, час. Вот эти отчеты должны автоматически генерироваться в ПМС, то есть человеческого вмешательства здесь нет. Есть форма отчета, которая создается ПМС автоматически раз в час, и дальше такая же идет автоматическая отправка на заданный сервер. То есть мы получаем, по сути, посредством имейла, скажем так. Во многих случаях это происходит именно таким образом. То есть человек здесь уже никак не участвует. Как только раз мы активировали эти отчеты, активировали генерацию, активировали автоматическую отправку, дальше все это работает уже без вмешательства со стороны сотрудников. В России проект SMH коннектится с продуктами компании HRS, это Opera и Fidelio. Мы работаем с Adelis, мы работаем с 1S отель, мы работаем на данный момент над стыковкой с другими ПМС, такими как Shelter, Interotel, Intellect Style. То есть мы, в принципе, открыты для стыковки с абсолютно любой ПМС, потому что те отчеты, которые нам необходимы, это базовый функционал любой ПМС, и, в принципе, их создать и настроить автоматическую генерацию этих отчетов не составляет труда. По нашему опыту это обычно 3-4 рабочие дня. Поэтому здесь вопрос именно с технической стороны и сложности, он отпадает сразу. Но вот это, скажем так, это первый шаг, который идет в инсталляции РМС. Дальше, естественно, мы работаем с отелем, то есть можно сказать, что идут два параллельных пути, это интеграция или стыковка, и дальше мы работаем с тем человеком, который будет работать непосредственно с программой, отвечая за revenue management. В первую очередь мы определяем количество календарей, то есть мы определяем как раз-таки, исходя из тарифной сетки, те отправные категории номеров и те отправные тарифные планы, которые отельер хотел бы видеть в своем календаре, делаем число календарей оптимальным, как раз-таки обычно это 4-6, больше не нужно. Мы определяем конкурентов, мы понимаем, какие отели конкуренты нам. Как правило, мы настраиваем список прямых конкурентов, чьи изменения ценовые будут влиять на ваши ценовые рекомендации, и настраиваем косвенных конкурентов, то есть вы, может быть, хотите видеть, как себя ведет отель 5 звезд, хотя у вас отель 4 звезды, потому что зачастую все-таки гости уходят туда, но все-таки если отель это 5 звезд, то его изменение цены, наверное, будет неправильным образом отображаться на ценовых рекомендациях, потому что это такой другой сегмент. Аналогично можно посмотреть на сегмент ниже вашего отеля, таким образом вы сможете получать информацию о всем рынке в целом, но только часть из них и часть из этих отелей будет влиять на ваши ценовые рекомендации. Работа у нас идет именно по определению конкурентов, по календарю, потому как, в принципе, отель себя позиционирует на рынке, в частности, как правило, если есть отели, где тарифная сетка не до конца проработана, то вот в эти моменты отель уже и тарифную сетку свою прорабатывает, то есть каким-то образом расширяет. Дальше, как только готова стыковка, как только вся информация от отеля собрана, то, соответственно, мы даем доступ в программу. Как я уже говорила, это облако, поэтому доступ дается посредством ссылки, логина и пароля. И дальше проходит небольшое обучение, совсем краткий тренинг к тому, как работать в программе. Это также проводим мы. И после того, как тренинг пройден, отель говорит, да, мы все поняли, у нас все работает, здесь начинаются 30 дней тестового периода, когда у отеля есть возможность работать с программой, задавать все интересующие вопросы, плюс ко всему вот этот тестовый период, он крайне важен. Как мы и говорили, есть определенные усредненные настройки для РМС, то есть, естественно, изначально это какой-то шаблон, но РМС – это программа, которая умеет учиться. Таким образом, за первые 10 дней, за 2 недели мы программу, по сути, индивидуализируем под отель, то есть, настраиваем уже непосредственно под те тенденции, например, загрузки, да, или под те тенденции ценовых изменений, которые у отеля присутствуют. Когда мы начинаем работать, все особенности, они выходят постепенно, все-таки ценовые рекомендации даются не на год вперед, то есть, в том числе и на год вперед, скажем так, но рабочие, вот скажем, рамки ценовых рекомендаций – это все-таки до 90 дней. Поэтому вопрос, когда внедряться, он скорее стоит непосредственно для самого отеля, может быть, в какой-то момент, вот чисто с технической, внутренней, да, точки зрения это удобнее делать, в какой-то момент нет, персонала, например, не хватает. Вот, соответственно, в течение первых 30 дней основная, скажем так, задача – это действительно создать уникальную РМС для отеля и сделать так, чтобы ценовые рекомендации были максимально точны. Задача максимума – это, чтобы за эти 30 дней отель уже получил какой-то, может быть, не финансовый результат, но, скажем так, наметки на ощутимый финансовый результат в будущем. То есть, например, отель видит, что до конца 30 дней, конечно, может быть, мы не заработаем много денег с использованием этой программы, но, по крайней мере, те рекомендации, которые даются уже на какой-то период, чуть в будущем позволят нам буквально через следующий отчетный период, через следующий календарный месяц получить уже ощутимую финансовую выгоду. И только как раз-таки после того, как отель проработал 30 дней, то есть отель видит, что это не кот в мешке, что это определенная программа, которая действительно облегчает работу сотрудника. То есть, например, человек, который раньше занимался оценкой конкурентов, теперь тратит на это не 20 минут в день, а всего лишь 2 минуты. Всеми любимый вопрос, который задается всегда абсолютно. Давайте начнем с усредненных показателей. Как я говорила, PriceMatch программа пришла к нам из Франции. Естественно, есть определенный пул отелей в Европе, которые работают далеко не один год. Это достаточно большое количество отелей, на данный момент около 2000, не только в Европе, но и по всему миру. Так вот, мнение наших коллег, это в среднем увеличение РЕВПАР на 7%. По аналогии с опытом наших западных коллег, это у нас, собственно говоря, повторяется, эта картина повторяется и в России. Но все-таки оценка эффективности использования программы – это тоже комплексный подход. То есть сказать, что у меня сегодня вырос РЕВПАР, и вырос ИДР, и выросли все остальные показатели – это только благодаря программе нельзя. Нельзя сказать, что я заработал, согласно моему бюджету, на 10% больше, это только, собственно говоря, благодаря программе. Для того, чтобы четко оценить программу и выяснить, насколько же она вам, скажем так, принесла доход, нужно еще и оценивать рынок, нужно иметь данные по рынку. Тогда вы поймете, что это 10% или 20%. Потому что мы, когда смотрим только на себя и видим рост только своих показателей, мы не учитываем общих тенденций рынка. Вот, например, этот год. Я знаю, что очень большое количество ательеров жалуются, что есть явное ухудшение по сравнению с прошлым годом. Но так вот, применяя РМС, если вы остались на прежнем уровне, то есть вы даже не выросли в своих показателей по отношению к прошлому году, кто же сказал, что вы не получили финансовый результат? Ведь рынок-то весь, условно говоря, просел на 20-30%. Соответственно, РМС вам позволила, как минимум, сохранить уровень дохода прошлого года. Приведу очень простой пример. Давайте мы представим, что у нас есть отель, в котором 100 номеров. И вот у нас с вами есть определенный день, просто день, где мы с вами достигли загрузки в 70%. Опять-таки, для простоты математических расчетов решим, что каждый номер, который мы продали, стоил всего 1000 рублей. То есть мы с вами заработали 70 тысяч рублей. Но вот благодаря рекомендациям РМС мы всего 10 номеров смогли продать немножечко дороже. И таким образом заработали 73 тысячи рублей. То есть всего 10 номеров из тех, которые мы продали. В рамках одного дня это всего 3000 рублей. Ну, казалось бы, для чего мы с вами так старались? Ну, цифра крайне не впечатляющая. Но представьте, что в течение месяца вот таких вот дат, когда благодаря динамичному ценообразованию и рекомендациям РМС, будет всего 10 дат, когда мы смогли повторить успех в 3000 рублей. Итого в месяц это уже 30 тысяч рублей. Соответственно, если мы умножим на 12 месяцев, где мы смогли повторить такой успех, то мы получим вполне приличную сумму. Опять-таки, пример крайне утрирован, потому что мы здесь берем самые простые цифры и самые простые варианты загрузки. Соответственно, если вы приложите это на ваш отель и прикинете, что вот эти вот небольшие цифры ежедневные в результате выливаются вполне ощутимую финансовую прибыль, это и получится той самой оптимизации дохода. То есть вы получили из того, что у вас было, чуть больше. А это чуть больше в рамках календарного месяца или отчетного периода оказалось вполне приличной суммой.